Всем привет, народ! Сегодня пятница, с вами Аня Рейль, и мне, честно говоря, очень-очень стыдно. Я наглухо забыла, что сегодня пятница, потому что майские. Майские — это тяжёлое испытание. И если бы не мой замечательный телега-чатик, про который я говорила в последних видео, так что если вы хотите вдруг меня поддержать чем-нибудь приятным, то телега-чатик доступен для тех, кто подписался на Boost. В общем, если бы не они, я бы прям реально даже не поняла, что сегодня была пятница, и что я должна записать видос. Простите, пожалуйста, мне очень стыдно. Я с вами, на самом деле, тематика этого видео у меня давно была придумана. Я уже дважды делала подобное видео, и мне хочется просмотреть, скажем так, цепочку, историю, откуда всё начиналось и куда всё пошло. Я, конечно же, говорю о моей феерической удаче в крутках. Поэтому мы сейчас смотрим на баннер Зарянки, в который я скинула примерно 20 круток, и пока что решила остановиться. Но об этом мы сейчас поговорим. А сейчас я вам просто хочу показать, в принципе, как поживает мой аккаунт. Итак, открываем Star Rail Station. Честно, это не реклама, но это самый удобный ресурс навсегда, в котором я держу свои крутки, чтобы мне не приходилось ввести Excel-табличку, записывать туда постоянно, что я делаю. Я так в Genshin изначально делала, когда играла в Genshin. А сейчас мне ничего из этого не надо делать. У меня есть полная выгрузка, начиная с самого начала аккаунта. Это ж кайф. Просто периодически нажать кнопку импортировать на компьютере, и всё. Короче, как вы можете увидеть, у меня просто феерическая удача. В данном моменте у меня 61 крутка вкинута в баннер, ивентовый. И, конечно же, ничего не выпало. Мне такие леги ранее никогда не падают. В стандарте у меня 38 круточек, потому что я просто рандомно кидаю туда крутки, как только они у меня появляются, типа из ивента Герта и тому подобное. И тоже ничего не вытянуто. Уже, кстати говоря, 426 круток. То есть после того, как я вытащила броню, я ещё каким-то образом закинула 126 круток. 126 круток в стандарт. Я больше не покупала с тех пор, как я вытащила броню, если что. Я не знаю, как происходит. Вот. В общем, моя глобальная статистика. Я думаю, она порадует всех и каждого. Удача на пятизвёздочные карты. Худшие 2.8%. Худшие 3%. Удача на четырёхзвёздочные карты. Худшие 5%. Единственное, что у меня изменилось в положительную сторону, это 50 на 50. У меня теперь ровно 50% того самого 50 на 50. И, как мы выяснили недавно, я не знаю, видели вы эти новости или нет, оказывается, по подсчётам народа, в ивентовом баннере Старрейла шансы, на самом деле, не 50 на 50, а шансы, на самом деле, подкручены в хорошую сторону. Что вообще шокирующая информация. Но я при этом всё равно умудрела всё это время проигрывать, и только вот недавно, наконец-то, у меня сравнялись шансы, когда я вытащила Ахерон, выиграв то самое 50 на 50. А для тех, кстати, кто не слышал, типа, мало ли, вдруг вы не слышали. Шутка в том, что, скорее всего, из-за бага в программировании этих самых шансов в Ханкае сделали так, что у тебя есть 50% шанса по умолчанию на ивентовую лего, и 50% шанса по умолчанию на лего из стандарта. И вот они умудрились записать в лего из стандарта в том числе и ивентовую лего. То есть шанс был по умолчанию не 50%, что у тебя получится на нужную, а ещё вот в тех стандартных крутках был один шанс из восьми, что тоже выпадет ивентовая лего. Типа у нас есть семь стандартных персонажей, и в тот же самый пул стандартных персонажей втесался ивентовый персонаж. То есть можно было вытащить 50% шанса ивентового персонажа, либо можно было проиграть Питти и с шансом одна восьмая под видом стандартного персонажа вам упадал ивентовый. Кроме того, так это объясняется. Видимо, это бага. Как говорится, теперь, когда про неё все знают, все надеются, что её фиксить никто не будет, потому что это клёво, если её не пофиксят. И всем выгодно. Не знаю. Ханкай Старейл приобретёт дополнительные очки репутации с игроками. Игроки счастливы, что Genshin could never. В общем, вы понимаете. По поводу того, как у меня вообще всё происходило. Я специально подняла картиночки с предыдущих видосов. Первый у меня видос был, что я менее удачлива, чем 75% игроков по пятёркам. Второй видос был, что я менее удачлива, чем 87% игроков по пятёркам. Теперь я, поздравьте меня, менее удачлива, чем 97%. То есть 87%. 97%. Я великолепна. Тем не менее. Собственно, что я вам хотела рассказать, что в этом есть да, но. И в этом но заключается то, что я, наверное, много раз об этом говорила. У меня в моменте, несмотря ни на что, несмотря на то, что у меня всё падает, типа 79, 78, 83, 81. А что я проигрываю 50 на 50 довольно часто. Несмотря на всё на это, я всё прохожу. И вот сейчас покажу, короче. Собственно, что для меня такое? Я прохожу игру. Хотела сказать, я прошла игру, но такой ролик у меня был несколько месяцев назад. С тех пор, как бы, я весь контент, который существует в игре, довольно-таки успешно прохожу, несмотря на то, что я вам только что показала. Вот самый свежий режим воспоминания хаоса. Чистый вымысел, который я с полью, потом, кровью. Ну, кстати, на стриме я показывала, как именно прошла. Она на все звёзды. Чистый вымысел, собственно, оба прошла. И тут 12, и тут 12. Зал забвения. У меня сейчас два активных, вроде как. Тоже прохожу на 12 из 12. Причём с воспоминаниями хаоса у меня по разным причинам бывает намного легче. С чистым вымыселом у меня всё плохо, потому что у меня реальный зал Ешера в команде только одна герта, и эта герта бахает. Просто нереально, как бахает. Шестерёнки. Наверное, последний, самый сложный режим. С шестерёнками тоже всё более-менее в порядке. У меня здесь забраны награды за прохождение на 12 уровне. Вот он. С на сложности мучительно. И я потихонечку собираю всякие награды с помощью разных дайсиков. Использую три разных пути. Недавно сделала. Ну, то есть я уже так, типа, подобираю ачивки, потому что мне интересен сам режим. Ну, и потому что здесь дают какие-то небольшие, но кристаллы. То есть три самых сложных контента. Зеркало, вымысел и шестерёнки. И у меня он весь пройден на самую максимальную сложность. Какими, собственно, я это делаю командами, могу показать кратенько. Это, наверное, самая странная и самая непонятная для нормальных людей команда, потому что, с одной стороны, это дотеры. Здесь должна быть Джуань Мэй, естественно. Но я довольно часто использую в основном для фарма Ахерон последним слотом, потому что практически все боссы, все уровни, в которых я использую дотеров, там обычно уязвимость Молния Электра. И поэтому я беру туда Ахерон, потому что она просто подходит под уязвимость. Плюс она вполне адекватно взаимодействует с дотами, потому что доты — это дебафы, а Ахерон любит дебафы. И Кавка своей бонус-атакой тоже накидывает очередной дебаф, поэтому Ахерон довольно быстро прокачивается. У меня есть более адекватная команда под Ахерон, но, что вот странно, наверное, она мне нравится меньше, чем команда дотеров с Ахерон. Понятное дело, что там она раскрывается как-нибудь не так, там дотерам нужна Джуань Мэй, это должны быть две разные команды, понятно. Я довольно часто хожу именно вот так вот. Моя предыдущая основная команда — это, естественно, моя богиня, моя Дзинлю. Я ее, наверное, на всех стримах показывала, все видели ее невероятнейшие статы. Кстати, можно прямо здесь их показать. Вот они. 264% крита. Сигна. Все красивое. Под нее у меня совершенно базовая команда. Вот таким составом я обычно хожу в шестеренке. То есть я не так часто использую два сустейнера в одной команде. Но вот Дзинлю обычно ходит с ними. Дзинлю, бронечка и два сустейнера, чтобы это все безобразие выживало. Вот эту команду я... Это самая, наверное, моя братская команда, потому что я ее использую в среднем для чистого вымысла, который на бонус-атаках. То есть единственные уровни, на которых я использую рацию, он мне как-то почему-то не зашел. Возможно, я его недоодела нормально и бросила. Это, кстати, тема для отдельных обсуждений, как я одеваю своих персонажей. Дзинлю я, например, уже давным-давно не пытаюсь как-то улучшить, потому что я понимаю, что для того, чтобы ее улучшить, мне надо выпустить... Чтобы выпал какой-то совершенно суперопределенный релик, на котором суперзавышенные статы, и которые бы еще после этого прокнули очень хорошо, что по факту нереально сделать лучше, чем существует. И можно годами заниматься тем, чтобы я фармила одно и то же. В этом нет смысла. Обычно я делаю как? У меня есть какой-то определенный контент, который у меня не получается пройти. Тот же самый чистый вымысел, который недавно самый вышел. Я пытаюсь его пройти по обычным правилам. У меня что-то не получается. После чего я смотрю, какой именно команде, возможно, стоит улучшить шмот. Чуть-чуть фармлю. Этот шмот на какую-то краполюшку улучшается. Я прохожу текущий сложный уровень и забиваю после этого на апгрейд этого персонажа на долгие-долгие годы. Для того, чтобы понять, что я имею в виду, например, вот у меня есть Лоучха, как вы все любите, как я произношу его имя. И его шмотки, на самом деле, настолько ужасны, объективно, просто потому, что я миллион лет их не трогала и вообще не помню, что в нем там такого, вот что это за фигня. Как я это... Ну, кстати, еще вот эту рубашку я сменила недавно, было еще хуже. То есть у него там какая-то совершенно непонятная помойка в статах и вот, что называется, поработает, не трогай. Вот у меня примерно все так, на самом деле, работает в последнее время. С Кларой то же самое. Я ей совсем недавно сменила куртку на что-то приличное. До этого было все намного хуже. Ботинки, кстати, я ей на скорость нашла. Короче, я фармлю до момента, когда у меня не начинает проходиться вот какая-то грань. И эта грань не, типа, между пройти за 10 циклов и пройти за 0 циклов. Нет, я никогда за этим не гонялась. Это грань между пройти и не пройти. Вот как только я перехожу грань пройти, я начинаю подкачивать какого-нибудь другого персонажа. И на самом деле меня устраивает такая стратегия. Не знаю, могу ли я ее советовать нормальным людям. Но мне кажется, что именно с точки зрения максимизации круток, а я только, наверное, ради этого сейчас играю, потому что проходить максимальный контент, чтобы получать с него как можно больше кристаллов, чтобы как можно больше крутить новых персонажей. Или там сигны, что захочется. Вот, поэтому как только у меня что-то не проходится, я кидаю все ресурсы и в того персонажа, который я считаю, что немножко не докручен. Как только у меня проходится, я смотрю, где у меня дальше что-то не проходится. Вот, собственно, таким образом у меня закрывается вообще весь контент. Даже самый-самый-самый сложный. Я обожаю сложный контент. Если вы хотите посмотреть конкретно, какие у меня статы на моей Дзинлю, можете открыть любой стрим. Меня на любом стриме всегда обязательно спрашивают покажи, пожалуйста, шмотки на Дзинлю. И на самом деле это, наверное, все, что я вам хотела рассказать, потому что долго смысла нет никакого, мне кажется, ныть на тему того, что у меня худшие 3% рейтов по пятизвездочным, потому что, да, у меня худшие рейты, у меня нифига не падает. Каждый персонаж новый дается мне за какие-то совершенно невероятные усилия и разрыв пятой точки, но при этом у меня все проходится. Мне вот, я не знаю, мне кажется, что мне везет на самом деле в этой игре. Я хотела лебедь, мне выпала лебедь, я хотела кавку, кавка мне выпала, хоть и за безумные совершенно дорогие деньги, а Херон у меня теперь тоже есть. Скорее всего, следующую я буду тащить Светлячка, наверное, но это тоже не точно. А не точно, потому что, вот как случай с Жуань Мэй, кстати, это было. Почему я потянула Жуань Мэй, я ее изначально не хотела. Но я поняла, что мне очень сильно не хватает именно такого персонажа, как Жуань Мэй, для того, чтобы проходить контент. У меня контент перестал проходиться. Вот. И я тут же потянула нового персонажа, и у меня тут же весь контент прошел, с какой был нужен. Соответственно, когда у меня в следующем моменте будет такое, что у меня какой-то контент не проходится, видимо, я буду тянуть того персонажа, который мне будет нужен, чтобы это все проходилось. Пока у меня самое такое больное и вот спорное место это вымысел. Потому что каждый вымысел для меня это просто на последнем издыхании, там типа на последнем ходу последнего персонажа я пробиваю эту грань в 60 тысяч очков. Вот так вот. При этом, как бы, опять же, я безумно собой горжусь, у меня все пройдено. Не знаю, как будет в следующий раз на следующей неделе, но пока что все на тоненьком. А я люблю, когда на тоненьком. Вот такое я вам хотел рассказать. Опять же, как и в прошлый раз, призываю тех, кто побьют меня по моему офигенскому рейтингу, антирейтингу неудач пятизвездочных, писать в комментариях, какие у вас рейты по этому самому сайту. Напомню, у меня по пятизвездочным в ивент баннере худшие 2.8%. Вот если у вас хуже, то ваш комментарий я закреплю, и вы получите от меня утешительные обнимашки, потому что я разделяю вашу боль. И на самом деле на этом все. Всем хорошей пятницы, хороших майских, удачи в баннерах, и пока-пока.